Вот ваш фильм с вашим участием занял одно из призовых мест и вот такая грамота и от нашей телекомпании, а вот это диплом участника и вот этот диск, чтобы вы просматривали эту программу время от времени. Спасибо большое, но я считаю, что это не только моя заслуга, это заслуга всех нас. Галина Александровна Шахова продолжает заниматься своей любимой общественной работой. Она организует праздники для детей и ветеранов, вынашивает идеи проектов и реализует их в учебных заведениях города. Один из последних, посвященный малолетним узникам фашистских лагерей, прошел в Третьей городской гимназии. Мы выжили и мы стараемся рассказывать молодежи правду о войне. И самое страшное мы рассказываем то, что принес фашизму мир и что бы этого никогда не повторилось. Они прониклись и когда включили бухенвальский набат, когда узники фашистских лагерей весь зал встал, то я даже сейчас не могу, у меня мурашки побежали по телу, когда детишки встали и плакали. Когда мероприятие вызывает живые эмоции и даже слезы, только тогда оно может остаться в душах людей, считает Галина Шахова. И начинает готовиться к следующему празднику – Дню Победы на Дальнем Востоке, который состоится 2 сентября. У меня во дворе живут ветераны. Рядом живут участники войны на Дальнем Востоке. Конечно, я попрошу ребят, они их привезут во двор. Мы их посадим, пригласим, концерт покажем для них, расскажем всем жителям, которые не знают о них. Татьяна Дмитриева, Артем Сулайманов. События.